Всем доброго времени суток, с вами Курамыч, предоставляю вашему вниманию новый альтернативный сюжет, под названием Наруто и Саски в прошлом. Набираем 100 комментариев и 200 лайков, и следующая часть не заставит вас ждать. Толян запускает руку. Сегодня была прекрасная погода, над деревней проплывали единые облака, изредка закрывая солнце, которое лениво грело, не пытаясь поджарить жителей. На деревьях раскрывались бутоны, птицы щебетали над головами людей, пришла весна. И именно, в такой прекрасный день, который ничто не могло испортить, Саски Учиха опять решил уйти из деревни. Как же Наруто это бесило, он, лежавший в больнице после перенесенной операции по пересадке руки, даже попрощаться не мог. А этот дурак, конечно, не зайдет к нему, ужасное начало такого хорошего времени года. Я тебе занесла фруктов, в палату зашла Сакура с пакетом свежих перчиков, попросишь медсестру почистить их? Ага, буркнула Зумаки, даже пришедшая девушка не могла поднять его настроение. На это Харуна раздраженно фыркнула. Она не до конца оклемавшаяся после войны, с садиной на щеке пришла проведать друга, а он даже не сказал ей спасибо и не одарил своей лучезарной улыбкой. Я передам ему все твое недовольство, ей не нужно было слов, чтобы понять суть. Спасибо. На этот раз Наруто не сдержался и улыбнул за ударь его своей силой за меня. На это девушка лишь улыбнулась и, поставив фрукты на тумбочку уголокойки, вышла. День все-таки начался хорошо. Ей пришлось пройти через всю деревню, чтобы подойти к выходу. Она надеялась, что Саске все-таки еще не ушел, и ей удастся достать его. Эй, Саске, кажется это к тебе, крикнул Ирука, заходивший в деревню. Так, с слова перед ним не стоял какой-то предатель. На это Учиха кивнул и посмотрел на Сакуру с некоторой добротой. Если так можно было назвать взгляд Саске, не пронизающий насквозь. Уже уходишь и опять не прощаешься, улыбнулась Сакура, подойдя ближе. Может она уже не влюблена в него после стольких раней душу, но симпатию испытывала. Нет времени, улыбнулся он. Этим же временем. Мы подошли достаточно близко, приказным тоном, сказал мужчина, показывая знак ступ своему напарнику. Начнем же. Ах, лениво, сказал второй, поправляя волосы. Опять придется потратить немало чакры, и ради чего? Мы истребим двух сильнейших ниндзя в мире за раз. Они просто исчезнут из этого мира за некоторое время. Никто даже их не вспомнит, мы сможем творить хаос. Ладно, ладно, хватит, давай уже начнем. Первый кивнул и развернул свиток посередине, начал совершать движение техники. Второй делал то же самое. По завершении в один момент раздался громкий трес по всей деревне, словно ветка сломалась. Саски помнил то, как прощался с Сакурой и хотел уже уходить. Как моргнул и удивленно расширил глаза. Перед ним стояла та же девушка, только ее рост явно уменьшился, а волосы стали длиннее. Это явно Сакура лет тринадцати, такая, которую Саски запомнил с Академии. Что одновременно сказали они, даже Учиха не сдержался от такого. Что за чертовщина? Выкрикнула Сакура. На этот раз одна. Саски, ты тоже не понимаешь, это должно быть Гинзюцо? Определенно кивнул он и автоматически сложил печати со словом развеся. Но ничего. Он повторил опять ничего, но повторил вновь и снова. Хватит уже, остановила его Харуна. Разве не видишь, ничего не получается. Саски покраснел, словно помидор. Он из клана Учиха, который с легкостью справлялся с Академии любого класса, а тут такое. Какой позор. Ты права. Он опустил глаза. Странно все это. Как думаешь, все попали в прошлое? Нахмурилась девушка. Это можно легко проверить, покачал головой он. Учитывая то, что они стояли около главного входа, на нем должны были сидеть с ниндзя, встречающие с миссией других шиноби или послов из других стран. Ох, детки, куда-то ходили-то? Спросил у них мужчина, сидевший на положенном ему месте. Сдыхал завтра. Вас будут распределять по командам. Удачи. На это Сакура и Саски переглянулись, покачав головой. Им ничего не оставалось, как просто пойти в деревню. Значит, мы попали в прошлое, рассуждала Сакура. Может, только наша команда? Надо проверить, Наруто. Ты права. Любое напоминание об Узумаке било током всего тела Брюнета. Настолько больно было осознавать до сих пор, что он смог его потерять по собственной вине. Пойдем. Они медленные, молча шагали по конохе. Люди, проходящие мимо, то и дело, здоровались с ними. Но ребята словно не слышали их, каждый из них думал о своем. Сакура о том, что все-таки произошло и как же живут их близкие и друзья, Саски думал о Наруто. Впрочем, они рассуждали об этом и том же. Подходя к больнице, им довелось лицезреть очень забавную и странную картину. Белобрысый мальчик, забинтованный с ног до головы, бежал от врачей из госпиталя. Да не болен я до тобою, отстаньте уже! Выкрикивал он, еле дыша. Саски, Сакура, вот вы где! Завидев остальных, членов команды номер 7, обрадовался мальчик. Я уж думал, что совсем тут один. Он подбежал к ребятам и начал с ними говорить, как Сакура легонько дала ему по лбу и указала на бегущих сотрудников госпиталя. Побежали быстрее. Заярала девушка и все трое понеслись так, что пятки сверкали. И совсем забыв о том, что дети, не выпустившись из академии, так не умеют. Они подбежали до первого попадавшегося дома. Им оказалась маленькая комната Наруто. Даже сейчас она была в не в лучшем состоянии. Повсюду валялись коробки от рамана и немытая посуда. А воздух был очень тухлым. Ты вообще знаешь, что можно открывать окно? Возмутилась Сакура. Сейчас знаю о 12-летней я, видимо, нет. Тяжело дыша, сказал Наруто. Он устал больше всех. Его рука ходить была теперь на месте. Все равно предательски ныла от боли. Тем самым Блондин старался перенести часть чакры ей в руку, но это сильно изматывало нетренированное тело. Что вообще за чёрт произошёл? Спросил Узумаки. Плюхнувшись на кровать, которая с громким пружинистым треском приняла такой груз. Мы бы знали, сказал Саске, присаживаясь рядом с ногами Блондина. Как я понял, мы трое переместились в прошлое. А остальные, не думаю, покачала головой Сакура. А вдруг переместились и остальные ребята, и на Шикачо, к примеру, начал тирату вопросов Блондина, рассматривая шею Саске. Метки не было, значит, это время до экзамена начинена, и в какое время тыми мы перенеслись? Определённого времена Академии, ведь я ещё не ношу повязку. Ответила Харуна, почесав затылок. И хорошая идея по поводу остальных. Идём к Инне, я знаю, где она живёт. Наруто на это улыбнулся и молниеносно подскочил, а Саске устало покачал головой. Но у него не было иного выбора, как идти вместе с ними. Неторопливым шагом, идя по Канохе, Наруто положил руки за голову. Улыбался, и что постоянно говорил, совсем не замечая того, что ему особо никто и не отвечал. Эх, вздохнул он, попутно смеясь. Как давно этого было? Мы опять все пойдём, идём в деревню. Это и правда прекрасно? Он засмеялся и толкнул Саске плечом. Мол, а ты чего не веселишься? На это принёс закатил глаза, хоть в душе тоже был счастлив. В этой реальности его брат и был всё ещё жив, а Наруто рядом и вовсе на нелюбимщик деревне. Сейчас у него был только один друг, и им являлся собственной персоной Учиха. Пришли, сказала Сакура, заворачивая в правый угол. Вторая дверь сказала, она намекая на то, что звучать не собирается. Она помнила, что в это время девочки вечно ссорились, и если Инна не из будущего, то драки не избежать. Наруто посмотрел на Саске и толкнул его вперёд. «Сомневаюсь, что они будут рады в визиту мальчика-демона», — улыбнулся Наруто. На это Саске хотелось бы возмутиться, но он понимал, что его друг по сути прав. Уверенно постучавшись в старую деревянную дверь, он хотел уже сказать, что никто не открывает, но внутри послышались громкие шаги и писклявый крик. «Кто там?» Она удивлённо похлопала ресницами. «Эта игра какая-то. Если в ней участвуешь ты, в ней нет плобастой дуры, то я участвую. Хотя даже если она и есть, я всё равно участвую». Эх, — нахмурился Саске, но после принял отстранённый вид. «Нет, я тебя с кем-то перепутал. Давай, удачи». Парень быстро развернулся и пошёл непринуждённо к ребятам, словно сейчас ничуть не опозорился. Он подошёл к хохочущим ребятам. Наруто валялся на полу, а Сакура пыталась не заплакать от смеха, но... Завидев, Саске быстро успокоилась, чего нельзя сказать о блондине. «Давай, удачи», — повторил он фразу принятая, рассмеявшись ещё более. «Ну ты даёшь, наверное, совсем занизил самооценку ей». «Может, ей я её занизил, но тебе сейчас набью морду», — разозлился Саске. Он, конечно, скучал по такому, но задевать свою честь никому не давал. Даже Наруто, хотя ему бы он разрешил, может быть, но Узумаки-то знать нельзя. «Ладно, предлагаю сходить куда-нибудь втроём и обсудить, что делать дальше». Попытался разрядить обстановку Сакура. Попутно тойдя, от Саске от него сейчас веяло ужасной тёмной чекрой. «Да», — воскликнул Наруто, «я заичараку». «Прошлое, прошлое, мои, хочется». В подтверждение его живот заурчал, вся тройка засмеялась. «Ну, пошли», — согласилась Сакура и, вспоминая старые деньги, добавила, «только ты платишь». «Да без проблем», — Наруто забыл, что в это время у него совсем не было денег. Саске на такой ответ лишь хмыкнул, потом этот добби упрашивать его заплатить, как старые добрые, словно он никогда не пронзался его своим мечом. День прошёл незаметно, вечерело, потихоньку начинало холодать. Уже хотелось одеться потеплее. «Двойную порцию дотобаю громко», — сказал Наруто и довольно плюхнулся на стол. Остальные последовали за его примером, не забывая сделать заказ. «Ну и что нам делать теперь?» — спросила Сакура, имея в виду их перемещение в прошлое. «Это явно не Гинзюсу, даже если Саске-Кону не удалось его развеять. Никогда не слышала о технике, переносящей назад на такое огромное время. Говори тише», — подметил Саске, «ты всего лишь девчонка, отличница из Академии». «Прости», — смутилась разоволосая, ей стало стыдно. «Какие вы же вы балованы, ладно, ты теми, но от Сакуры я такого не ожидал». Начал свою тираду Наруто. «Разве непонятно? Боги дают нам ещё один шанс, я смогу гораздо раньше завоевать всё общее признание. А Сакура не будет бегать за Саске всё детство. Ну а с тобой всё и так понятно», — блондин тыкнул Саске в лицо. «Что понятно? Если бы было так, как ты говоришь, нас бы переместили во время, когда мой клан был ещё жив. Твой брат жив ещё, имбецил. И Дэнзе, кстати, тоже. Тут глаза Наруто загорелись. Наши способности из будущего не исчезли, я чувствую, что вокруг Курамы. И тут его осенило, он со всей этой сумахтохой совсем забыл о чёртовом лисе. «Курама! Чего тебе, Наруто? Ты со мной, я так рад. Да тебе дошло только дурак!» Саске с Сакурейпу оставались лишь наблюдать за сменой эмоций Наруто. Но было и так ясно, что он общался с лисом. Единственное, что отвлекло Узумаки от беседы с Кьюби, так это запах свежеприготовленного рамена. «Приятного аппетита!» Он начал поедать лапшу, будто не целый год. «Так завтра же. Распределение команд. Вспомнив дату, сказала Сакура, она совсем не торопилась и ела медленно, одновременно разговаривая сама с собой в голове. И наш поцелуй Саске поможился Узумаки, вспоминая тот момент. Ох, как же тогда его раздражало эта темя. «В этот раз мы точно покажем, как Аши Сэнсэйо, высший класс!» Сказала Сакура, припевная экзамен с колокольчиками. «И кое-кто не будет привязан к бревну». От этого у Саски прошлась пакет кожи дрожь. Именно в этот день, когда он непроизвольно начал кормить Наруто собственным обедом, он осознал, что считает блондина чем-то большим, чем просто товарищем по команде. «Стойте!» — вдруг сказал Наруто. «Я совсем забыл, что у меня нет денег. Саске, заплати, пожалуйста!» Он попытался настроить милое личико, что больше было похоже на обычное кривление. «Ты безнадежен, Доби!» Закатил глаза Учиха, но всё-таки потянулся в карман за кошельком. «Спасибо, Саске!» Наруто крепко обнял брюнета, забывая все обиды. «Ты лучший!» Учиха на секунду замер, зачем это делать ему? «И правда, чертовски больно от таких прикосновений, теплые объятия реально сильнее, чем старые острые кунайи. Отлипни уже, а!» «На небе показались сотни звёзд, погода сегодня и правда была прекрасная. Думаю, время идти спать!» Зевнул Наруто, показывая правильность этого действия. «Ты прав», кивнула Сакура и, пожилав парнем спокойной ночи, ушла в противоположном направлении. «Мальчики шли ещё недолго, предпочитая не разговаривать, а дружески помолчать, раздумывая своё!» «Ну-у-у-у-у-у!» Блондин улыбнулся с похойной ночи со скин. «Подожди», неожиданно громко для себя показал Брюнет. «Я не помню, где находится моё жильё», честно признался он. После трагедии клана Учиха, темноглазый переехал в съёмное жильё. Но за столько лет странствия он и вовсе забыл, где живёт. В будущем он планировал восстановить квартал Учиха, но сейчас идти туда ночевать совсем не хотелось. А денег на гостиницу не оставалось. Так, переночи у меня. Наруто не нужно было уговаривать, он и так рад тому гостю. Пошли. За день комната немного проветрилась, и воздух внутри стал свежее, вонь, надоеденные лапши, быстрое приготовление и невыброшенного мусора почти не мешало. Кровать была одна и небольшая, поэтому гостю пришлось стелить на полу. Если хочешь, я помогу вам спать внизу. Пытался быть гостеприимным Наруто, не стоит, замахал головой соски. А он привык спать на полу, а хозяину комнату не хотел создавать лишнее неудобство. Можешь просто лечь рядом. Не отставал Наруто, ибо не дождался. Хорошо. Кровать была достаточно просторной для одного, но недостаточно для двух. Наруто упирался телом в холодный подоконник, но его это не особо волновало. Голова парня была занята мыслями о том, что через столько лет он и соски лежат в одной кровати, даже не в гробу, а в обычной кровати. «Как думаешь, нам удастся всё поменять?» – спросил Наруто попросту от того, что не мог заснуть. Не думаю, а соски смотрел в потолок. Его смущала такая близость, давно забытая и чертовски принятная близость. От неё пересыхала в горле, а тело начинало чесаться, они зря за мы прожили прошлую жизнь. «Может быть, так каждый человек проживает определённую часть одной жизни, а потом попадает в прошлое». Начал сочинять Блондин, перевернувшись головой к собеседнику. «Не неси чепухи!» – нахмурился Саски и также повернулся, совсем не ожидая встретиться взглядом с парой голубых глаз. Если бы так и было, то сомневаюсь, что на свете жило бы столько пожилых людей. Бронету и самому казалось, что сказанное им только что подходило на Наруто, но менять свою речь не особо хотелось. «Ты не представляешь, как я скучал!» Блондин сменил тему. «Без тебя я чувствовал себя пустой и одинокой, поэтому готов был любым способом вернуть тебя в деревню. Ведь ты мой первый друг, и Саски будто разучился говорить. Настолько неожиданная тирада Наруто была притянутой и больной одновременно, эти два чувства, став жгучей смесью, попали приняту прямо в сердце. Ему хотелось всё рассказать, но боязнь всей ситуации мешала. Да и он сам не понимал того, что чувствует. Нам ещё предстоит много испытаний, и попытался перевести тему Саски, не думая, что мы скажем всё изменить. Но всё-таки можно попытаться, например, в этот раз мы сможем остановить Рочимару с нашими-то силами». Наруто усмехнулся. Тогда это и правда казалось невозможным, а Саски думал о том, что именно с того инцидента в лесу смерти всё и началось. Из-за проклятой метки его желания силой возросло, и без неё он остался бы рядом с Наруто, и всё могло быть иначе. Но с другой стороны, у них обоих не было бы такого огромного стимула становиться сильнее, и они не были бы теми, кем являются сейчас. Да, в этот раз мы его остановим, и... Бурнет на секунду запнулся, так сложно было говорить это. Я не уйду в этот раз, в любом случае один только точно не уйду. Нет. Вернуть Итачи в деревню и убить Рочимару было и в его планах. Но ему хватило этих нескольких лет одиночества, чтобы понять то, в ком он всё-таки нуждается. И этим кем-то оказался именно Наруто. Спокойной ночи, Саски. Баладин устал и прикрыл глаза, и повернулся на другой бок. Теперь Учихи дышал ему в затылок. Спокойной ночи, Наруто. Улыбнулся, а он мысленно думая о том, насколько ему повезло, что в этой кровати поместились двое. Утро для Сакуры наступило не самым лучшим способом. Она, проспав абсолютно все будильники, проснулась от яростного вопля собственной матери. Даже сейчас, когда она уже была опытным Джонином, прошла войну Шиноби и давно не ребёнок. Ей удалось попасть именно в то время, когда мама на неё кричала за то, какая она никчёмная дочь. Да встаю я, пробурчала Харуна и укрыла подушкой лицо. Сейчас она заслуживала отдых больше, чем остальные, но тут до неё дошло экзамен. Девушка сразу же подскочила и начала автоматически собираться. Быстро переоделась, расчесалась, почистила зубы и кое-как заправила постель. От завтрака отказалась и сказав быстро. До скорого убежала в академию. Бежать пришлось недолго. Она столкнулась прямо с Наруто и Саски, около той самой забегаловки, в которой они сидели вчера. Доброе утро, Сакуратиан улыбнулся нару... Нечуточки, удивлённые появлением девушки. Куда ты так торопишься? Куда-куда? Разозлилась девушка. Конечно, напись священием нельзя. О, не думал, что тебе стоит так торопиться, тогда Сакуратиан. Наруто, казалось, совсем не понимал, что происходит. Как это? Она только через час спокойно пояснился. Сгит и рано подорвалась. Лицо девушки. Резко побледнела, а потом покрылась румянцем. Было видно, что если бы не весила воли, то она бы врезала кому угодно. С тобой всё в порядке, уточнил Наруто, наблюдая за реакцией Сакуры. Да-да-да, проборщала девушка. Тогда предлагаю пойти в академию. Всё-таки решил... За всех, блондин, я впервые не опоздаю. Ох, как всё и удивиться. Что нам делать там полчаса? Спросил Саски. Академия не очень далеко же. Там можно разрушать весь класс. Улыбнулся Узумаки, толкая принято флечо. С нашей силой и в академию сразу дотобаю. После последних слов все засмеялись, и даже злая Сакура не удержалась от улыбки. Но тогда пошли. Подытожила она. Всё-таки в глубине души девушка была рада за возвращение в прошлое. Можно было начать всё с чистого листа. В класс начали заходить остальные ученики. Все, наверное, помимо Шикамару, который просто закатил глаза и глубоко вздохнул. Были крайне недовольны кучей листков бумаги на полу и разукрашенным партом. Я уверен, что это Наруто. Громко сказала Ино какой-то девочке. Что он вообще тут делает? Он разве закончил академию? Самому Балантину было забавно смотреть на это со стороны. Кто же знал, что в будущем все эти люди, унижающие бедного мальчика, будут называть его героем и всячески воспалять? «Я вам ещё покажу этот табайон». Шуточно, но уверенно сказал Наруто, на что Саски незаметно для всех улыбнулся. Ох, точно покажет. Пронеслось у него в голове. Эй, смотрите, кто сидит. Кивнула Сакура на мальчика сзади. Это был тот самый паренёк, построивший поцелуй Наруто и Саски. А это оба парни нервно хихикнули. И оба по разным причинам. Повторение. Матючиня, конечно, но ещё раз не особо хочется. Начал уливать узу Макина, что Сакура лишь вздохнула. Она прекрасно помнила, как после этого все девчонки и даже пару мальчишек дружно избили парня. Зато по-командному. Эй, Наруто, смотри. У Саски в волосах осталось три лапшинки. И улыбнулась розоволосая. Вон там, на макушке. Где блондин запрыгнул на парту и начал тщательно рассматривать волосы Саски. Тебе, видимо, показалось, я ничего не... Не успел он договорить, как тот самый паренёк с партой ниже обернулся, тем самым задевая локтём Наруто. В этот же момент, как не стараясь удержать равновесие, блондин упал на Саски. Их губы соприкоснулись вновь. На одну милю секунду. Но Учиха успел почувствовать, как ускоряется его сердцевидение и кровь поступает в голову быстрее. Ой, простите, прищипал мальчик, явно не желая так подставлять их. Я не хотел. Но этого хватило, чтобы Ина собрала всех девочек класса и гордой походкой пошла к Наруто. Я тебя сейчас убью, разозрелась она. Как ты посмела отнять первый поцелуй у Саски Куна? Он должен был быть моим. Она набросилась кулаками на парня. А тут начал метаться по всему классу, не желая начинать дракон. На данный момент в классе было всего два довольных человека, искренне веселая Сакура и смущенные Саски. Но спасибо за подставу Саскуротян. Нахмурился Наруто, хоть ему и удалось отделаться от всего парочки синяков. Все-таки сейчас он бегал быстрее, нежели раньше, и не благодаря девушке была довольна собой. Вдруг прошло, нельзя ничего менять, и этот момент должен был произойти. Мы за вчерашний день так и не поменяли. Хмыкнул Наруто, желая явно еще что-то добавить, но его опередила хлопнувшая дверь. Кабинет зашел и рука. Доброе утро всем, улыбнулся Сэнсэй, примещая взглядом Наруто. Сегодня особо длинный день для вас. Вы станете ниндзя. Дальнейшую бессмысленную болтовню Наруто не особо слушал. Гораздо интереснее было наблюдать за игравшимися в океан детьми волосами Саски, которые летали от небольшого сквозняка. Чего и требовалось зажидать, их распределили в одну команду. Видимо, в прошлом ничего не меняется, таких небольших изменений. Как и должно было быть, их Сэнсэем стал какаши. Народу не терпелось показать этому старику, что он не слабак, а сильный ниндзя, который достоин титула Хэггэ в таком юном возрасте. И все равно, что он просто случайно попал в прошлое. Цветки сокрытые, дело потрясное, слегка побитый асфальт. Дул легкий вечерок, в воздухе чувствовался эфирменный запах свежеприготовленного бента. Твоя мама шикарно готовит, провозгласил Наруто, уплетая реза у пищики. Была б моя воля, я бы ел каждый день. Конечно, иногда заходил бы почерак, он на минутку задумался. Нет, все-таки кушал бы бента и лапшу одновременная. Цакура его почти не слушала, она лишь изредка кивала, посматривая на отстраненного Саски. За него она боялась больше всего, искренне надеялась, что в этот раз он не уйдет от них, не бросит ее. «Нам надо отправиться на поиски Касуки», задумчиво сказал Саски. Он еще вчера думал об этом. Но и совсем дружескую атмосферу с Наруто рушить не хотел. Вот он и искал момент, чтобы это сказать. «Ты прав, согласилась Сакура. Пожалуй, самая главная миссия у нас это предпроводить войну с Шиноби. С этим нельзя было спорить, даже Наруто резко посерезнил, что было крайне редко. Значит, после экзамена на Шинина, пойдем за ними, Деттепайо». Вновь улыбнулся Голубоглазый. «Надерем зад этим годом, только не всем». Он все еще помнил о битве с Пейном. С ним и Конан он хотел бы попытаться мирно поговорить. Саски же был уверен, что блондин имел в виду его брата и абсолютно был с этим согласен. И Тащи надо было спасти. Они просили так еще долго, обдумывали планы, дружески конфликтуя за некоторых моментов. Постепенно начали вечереть. Завтра они точно покажут, как Аши, высший класс. Продолжение следует...